Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую тему, как табулярная грудь и можно ли исправить табулярную форму груди. И сразу хочу вам напомнить о том, что если вы пройдёте по ссылочке, которая прикреплена к этому видео, вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, начнём. А итак, табулярная грудь – это термин, который описывает особую форму молочной железы. Такая форма считается всё-таки эстетическим дефектом. Грудь имеет несколько искажённые очертания с таким широким основанием и зауженным верхом, то есть такая конусообразная форма молочной железы. Очень часто такая патология сочетается с асимметрией, то есть одна грудь чуть больше, чем другая грудь. Женскому здоровью такой вариант строения молочных желез не угрожает, но вот на уверенность в себе, на чувство собственной привлекательности вполне может влиять. И поэтому коррекция табулярной груди у женщины в первую очередь призвана устранить эту эстетическую проблему и улучшить их психоэмоциональное состояние. Давайте же разберёмся, почему возникает данное нарушение. Женская грудь состоит не только из железистой и жировой ткани, но также и соединительной ткани. В норме эта соединительная ткань распределена равномерно в толще молочной железы в виде таких тяжей. Тем самым эти тяжи как бы создают каркас для железистой ткани. Но у некоторых женщин такие тяжи слишком широкие и иногда даже сливаются в виде таких сплошных прослоек. Это создаёт препятствия для нормального роста и распределения жировой и железистой ткани, ограничивая их с одной или с нескольких сторон и тем самым искажая форму молочной железы. Такое строение соединительной ткани это ни в коем случае не болезнь и не результат какой-то травмы. Это генетически определяемая особенность у данной конкретной женщины. Теперь давайте разберём возможные методы коррекции данной проблемы. Меня часто спрашивают, есть ли безоперационные методы исправления тубулярной груди. Но, как я ранее говорил, тубулярная грудь – это анатомический дефект. И, соответственно, никакие безоперационные воздействия не будут иметь какой-либо результат. Сразу хочу сказать, что бесполезными окажутся и какие-либо физические упражнения, поскольку, как я опять же ранее говорил, причиной является соединительная ткань и в самой молочной железе отсутствуют мышечные волокна. И тем самым никакие физические упражнения на форму тубулярной груди никоим образом воздействовать не будут. Единственное, что можно сделать, ну, может быть, можно скрыть тубулярную грудь с помощью специально подобранного белья, но, опять же, это не является действительно решением данной проблемы. Единственным эффективным способом коррекции тубулярной груди является операция. Данные операции считаются самыми сложными среди всех эстетических вмешательств на молочных железах. Процесс операции состоит из нескольких этапов. На первом этапе корректируются формы и размеры ареолы. Далее рассекается сама молочная железа в нескольких местах для того, чтобы сделать ее основание более широким и скорректировать тубулярную деформацию. На следующем этапе придается молочной железе более такая плоская и распластанная форма. Далее формируется карман под имплантат. И на последнем этапе равномерно распределяются ткани молочной железы по имплантату и накладываются швы. В отдельных случаях операцию невозможно выполнить за один этап. То есть не хватает, скажем так, кожи, которая покрывает молочные железы. И чтобы увеличить объем кожи, первым этапом устанавливаются так называемые эспандеры. Это специальные такие полые протезы, которые заполняются физраствором и постепенно растягивают кожу на грудной клетке, создавая тем самым дополнительный объем именно кожи. И вторым этапом уже выполняется сама операция и устанавливаются постоянные имплантаты. Как и после любой операции на молочных железах, в послеоперационном периоде пациентка должна носить компрессионное белье как минимум месяц, выполнять все рекомендации лечащего доктора, исключить физические нагрузки, не подвергать свои швы воздействию прямых солнечных лучей. Ну а окончательный результат можно оценить не ранее, чем через 3-4 месяца после операции. Итак, дорогие друзья, сегодня я вам рассказал про тубулярную грудь, какие имеются способы коррекции данной формы груди. Если у вас остались вопросы по поводу данной темы, пожалуйста, пишите их в комментариях, я на них обязательно отвечу. И еще раз хочу вам напомнить, что если вы пройдете по ссылочке, которая прикреплена к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Всем здоровья, удачи, увидимся в следующих сериях. Субтитры подогнал «Симон»!